Здрасте! Всем друзья, привет уреньки или добрый вечер. Редко мы начинаем серии вечером, но я тут прикинул, в общем-то до заката мы должны успеть сделать все, что мы успеем. У нас только что созрели все поля и поэтому начинаем работу. Друзья, в общем-то, что нам сегодня надо сделать? Нам сегодня надо построить завод и запустить стройку цементного завода. Также, скорее всего, сразу же всунем туда и стали литейный завод, но это ладно. В общем-то, в чем заключается основная сложность? Сложность заключается в деньгах. У нас нет денег. У нас всего 200 тысяч на балансе и, честно говоря, нам надо вот 700 тысяч на эти два завода. Плюс, друзья, нам надо построить, точнее купить вот эту территорию, а она стоит миллион, то есть миллион семьсот тысяч уже. И плюс, друзья, для постройки этих предприятий, как минимум цементного завода, нам понадобится песок и гравий. Песок, недорогой участок здесь рядом, который находится с нашей лесопилкой, 350 тысяч, то есть уже 2 миллиона с лишним. А вот с гравием почти миллион, то есть 3 миллиона нам надо. В теории, можно взять, конечно, участок подешевле за 400 тысяч, но отсюда далековато этот самый гравий возить. Или вот этот, тоже около 400. Короче, хочется мне взять вот этот и мы его возьмем. Что, друзья, мы можем продать, чтобы заработать 3 миллиона? На самом деле, я тут прикинул, ничего. Удобрений как бы можно было бы продать, но удобрения возить на другой остров на пароме мне не хочется. Но у нас, друзья, созрел кофе везде, поэтому мы запускаем уборку кофе и возить его будем не на склад, а сразу же на продажу. На продажу. Поэтому, комбайн, настало твое время, давайте его заправим, потому что, по-моему, у него уходит бак топлива на уборку трех полей. Я вот, или я его забыл заправить в прошлый раз, или еще что-то, ну, короче, примерно вот так вот все выглядит. Наполнить комбайн, сдынь, заправочка пошла. Надо посмотреть, сколько в этом прицепе топлива осталось, потому что оно же там тоже не бесконечное. А я прицепом этим пользуюсь периодически. Как обычно, вот с 37-го поля мы начинаем, разворачиваем комбайн, цепляем жатку и пускаем его все в работу. Увы, посчитать, сколько здесь будет кофе, у нас, скорее всего, не получится. Мне, на самом деле, интересно. С другой же стороны, можно сбросить вот эту статистику, частичная статистика, сделать вот так вот, и оно не сбрасывается, потому что на эту же кнопку забинжена другая функция. Грустно, но ладно. Можно попробовать, конечно, запомнить это число. Я его, друзья, себе даже сфоткаю на телефон. Да, вот так вот все делается. А потом, друзья, посмотрим, сколько кофе у нас получилось со всех полей. Все поля не требуют извести, удобрены. И с ними, в общем-то, все хорошо. И вспашка, все это и нам не надо. Так, ставим поле 36 и комбайн мы, соответственно, погоним туда же. Точнее, не комбайн, а мана, которая будет разгружать его. Мана ставим сразу большого, а не маленького. Черт, у него с топливом тоже все не слава богу. Ну, и хороший вопрос, куда ты поедешь это все дело продавать. Кофе. Порт Физжерет 1200. Вообще шикарный ценник. И плюс и порт, который ближе всего к этому полю находится. Давай, друг, едь. Надеюсь, у вас все получится. Погнали, друзья, пока посмотрим, пока тут это все происходит. Что у нас на наших производствах. Кто-то вернулся на парковку. Значит, завод клея. Тут все хорошо. Я сюда недавно привез смолу. Смола есть. Карбонат кальция, в принципе, пока есть. Уголь пока есть. За кадром то, что буду делать, пока будет пассивная. Я забью опять здесь карбонат кальция, уголь. И буду за этим всем следить. А клей, друзья, я недавно забирал отсюда на соседний завод. Эпоксидная смола полностью забилась. В общем-то, там все хорошо. Мусора 12 кубов уже. А пока что нам некуда этот мусор вывозить. Но сюда 35 кубов влазит, поэтому ладно, пока нормально. Далее наш заводик, который гипсокартона, он у нас остановился. Потому что гипсокартон производится быстро. Его сюда не очень много влазит. 80 кубов всего. Вот он, в общем-то, весь стоит. На таких вот поддонах он будет выгружаться. Сюда я еще привозил 18 кубов бумаги. Кроме того, что в прошлый раз мы привезли поддоны. Я не довозил. В общем-то, они действительно расходуются довольно медленно. Клей расходуется относительно быстро. Уголь медленно. Гипс, ну, так себе. Опять-таки, гипс, уголь, все вот это сыпучее можно будет без проблем сюда довезти. Когда это все дело понадобится. Мне не нравится то, что здесь не появляется вот это окошко, когда сюда подходишь. Возможно, это из-за того, что где-то пропал литр какого-то из ингредиентов для стройки. И, соответственно, литр стройки типа не доделался. И последняя вот эта штука не появилась. То есть, я думаю, что это из-за этого. А может быть, сам завод немножко забагованный. И туда забыли просто эту штуку поместить. Далее, смотрите, сколько здесь песочка. Это рядом с нашей лесопилкой. Возможно, отсюда будем песок вывозить. Так, что у нас здесь? Здесь сюда мы привезли дизель. 20 кубов. Не знаю, почему он 20 кубов всего привез. Ну, ладно. А известь у нас здесь уже забита. Надо будет вывезти. Карбонат кальция и известняк тоже подходят к своему заполнению бункера. Камни есть. Пока что ничего здесь не трогаем. Опять-таки, я это миллион раз делал в роликах. Поэтому смысла этим сейчас заниматься на запись я не вижу. Смолу, друзья, я отсюда вывез. Здесь 10 кубов. Доски. Доски у нас переполнены. Надо их продавать. Бревна нам привезли. Бревна пока есть. Остальные все предприятия у нас стоят. Они заполнены полностью. То есть, поддоны. Мы здесь и доски загрузили по максимуму. И они уже все произвелись. Планки тоже забились. 48 кубов. Не думал, что это случится. Но ладно. Досок. Еще вот один поддончик можно сюда выгрузить. Также у нас вот здесь вот лежит. А, я продал эти доски. Один прицеп, получается, я продал. Я их вывозил сюда. Все сгружал. Производство ДСП у нас тоже, друзья, стоит полностью забитое. Оно, в принципе, довольно быстро производится. Поэтому и ДСП мы пока никуда не используем. Настройки потом повезем. Клей у нас здесь тоже мало клея. С клеем сделано неудобно. Но прицеп на 30 кубов. А сюда вмещается только 28. Вмещалось бы чуть побольше. Можно было бы по автодрайву это все красиво возить. С другой стороны можно привезти контейнер 25 кубов. Когда остается меньше, чем 3 куба. И, в общем-то, еще у нас есть производство бумаги. А бумага здесь у нас производится. Я отсюда ее немножко вывез на завод гипсокартона. Щипы я сюда докинул. Вода еще есть. Но воду можно тоже будет привезти. Это, друзья, абсолютно все вот это вот. Вод уже все сто раз делалось на роликах. Поэтому я это сделаю за кадром во время пассивной. Нас же сейчас, конечно же, больше всего интересует наш урожай кофе, который надо как можно быстрее собрать и как можно быстрее продать. А солнце зайдет через час. То есть за час надо успеть заработать 3 миллиона. Я не знаю, насколько это возможно. Но оставляем их работать. Я даже не знаю, как им в этом помочь. Как это ускорить. Вторым комбайном это можно ускорить. Но опять-таки денег на второй комбайн нету. Разве что в аренду брать. Но в аренду брать не хочу. В теории у нас, кстати, еще силоса довольно много. Что у нас здесь? Здесь я все опустошил, докинул, сколько надо было. Тоже все хорошо. С топливом тоже все хорошо. Топливо начало нормально так копиться. Сто тридцать пять кубов. Все линии работают. Силос расходуется, насколько я понимаю, быстрее всего здесь. И вот триста кубов всего осталось. Но будет заканчиваться, тогда и забьем башню еще раз. Пока что не заканчивается. Да, и удобрения тоже, кстати, можно глянуть, что у нас по удобрениям. 545 кубов. В общем-то, можно уже опустошать и можно даже прицеп докидывать. Но это ман. Ман, который сейчас работает на поле с кофе. Знаете, друзья, давайте возьмем в аренду второй комбайн. Правда, мы тогда не сможем посчитать кофе. Сколько его получилось. Но сейчас это не столь важно. В теории он на 100 тысяч денег уже насобирал. Даже больше. Надо 3 миллиона. 3, мать его, миллиона. Так вот, да. Силос продать. Сколько у нас силоса здесь на башне лежит? У нас здесь 1,850,000 силоса лежит. Слушайте. Сколько стоит силос? 186 евро только на сарае он продается. 344 тысячи денег. Но знаете, в наших масштабах это так себе. Так себе цифра. Представляете, весь этот кофе убирать старым вот этим комбайном, который у нас первый был. Сколько, интересно, времени это заняло бы. Почему с кофе он вот эту штуку пропускает, а со всеми остальными культурами нет? Непонятно. Ладно, друзья, пускай они работают, мы пойдем позанимаемся другими делами. Мы, друзья, берем наш вот этот вот трактор и берем фрезу и поедем кататься. Приезжаем мы, друзья, на нашу будущую вот эту вот очередную промзону. А фрезу выкинули по дороге там, где карьер песка находится. Что нам надо сделать здесь? Нам надо здесь, друзья, вот этот вот весь автодрайв снести нахрен. Потому что все, как и в прошлые разы, он не для меня. Хотя я могу случайно попасть в то же самое место для заводов. Но, в общем, короче, катаемся и сносим все вот эти вот точки. Продолжение следует... Так, точки мы все снесли. Я вообще на самом деле боюсь представить тот ужас, который будет в глазах человека, который все это рисовал. Когда он увидит, что я здесь с этим всем сделал. Так, у нас дальше туда идет дорога. Здесь она эти заводы огибает. Здесь есть место для разворота, поэтому это место сносить я смысла не вижу. Здесь стояло раньше какое-то предприятие. Судя по всему, золото перерабатывающая херня. Я не думаю, что я вообще буду ее ставить. Хотя, с другой стороны, она... Можно ее будет и поставить ради просто того, чтобы она стояла. Туда закидываешь этот самый песок в воду. И на выходе получаешь золото и гальку. Так, в общем-то, тут все сносим. На самом деле, довольно геморройное занятие его сносить. Мне кажется, иногда ломать сложнее, чем строить. Хотя хз. Особенно в данной ситуации. Это есть. Тут идут какие-то... Тут, видимо, склады стояли. Я вот думаю, надо нам ставить склады или не надо нам ставить склады. В теории, вообще, как бы, неплохо было бы. Наверное. Просто еще вози все на склады. Тоже такое себе. А выгрузка, если мы привозим, например, доски на склады, то выгрузка там будет только уже в больших контейнерах. Так, куда вот это вот все ведет? Это, видимо, идет как раз на этот самый разворот. Так, эту часть мы оставляем. И так, фпс просаживается с этой картой открытой. Хотя на базе, на самом деле, все намного страшнее выглядит. Черт, снес точки, которые не надо было сносить. Случайно. Ничего, я все починю. Во, починил. Так, эта часть у нас чистая. Погнали дальше. У меня еще в траве, на самом деле, вот эти зеленые дорожки тоже не сильно хорошо различимы. Благо, есть вот эти вот красные маркеры. С помощью них можно все стирать. Блин, Леша, прости меня за то, что я сейчас сделаю. Тут же столько трудов это все нарисовать было. Самое главное, я же потом буду примерно то же самое делать. Может быть, конечно, не так хорошо, не так ровно, не так круто. Потому что тут как бы все добротно сделано было, я так не умею. Вот, но я буду примерно то же самое делать. Так, эта часть есть. Нормально, мы уже половину сделали. Все вот записывают гайды, как правильно рисовать автодрайв. А я вот только и занимаюсь тем, что я ломаю чужой. Так и живем. Так, эта часть тоже есть. Да, мы уже почти закончили с этим. Кофе собралось уже 300 кубов. На песочек уже наскребли себе. Так, как у нас здесь что работает? Тащим выезд походу. Да, это выезд. Он нам, в принципе, не нужен. Если нужен будет, я тут хвостик оставил, потом доделаем. Так, это есть. Дальше тут идет куча въездов. А вот это вот мы сносим. И поехали дальше вот это тоже все сносить. Черт, опять точку снес, которую не надо было удалять. Че страшного. Так, отсюда тоже идет какой-то съезд. Его мы тоже сейчас снесем. Аккуратненько, помаленечку. Становится плохо видно полоски. Солнце заходит. Плюс почему-то, когда долго карта открыта, она как-то цвет меняет. Не знаю, только у меня такое или нет. Так, эта часть тоже выпилена. Дальше, что у нас тут? У нас тут как будто два заезда. А, ну один из них идет с карьера Гравия. Пускай эти две линии остаются, ничего страшного. Эти точки мы сносим. И вот это вот тоже все сносим. Да, ломать не строить. Направление стрелок не видно. Что здесь, откуда, куда шло? Реально прям очень сильно цвет вот этого всего меняется. На самом деле у меня есть такое подозрение, что здесь все идет вот так вот в одну сторону. Поэтому вот это вот все можно смело снести. Сделать один выезд. Сейчас руками сделаем другой выезд. Так, я потерялся. Все, нашелся. Надо приехать вот сюда. И в теории здесь получается мы оставили одну вот эту большую объездную дорогу сквозную. И все нормально. Главное помнить, что здесь тоже она идет. Когда будем ставить производство. Так, это мы соединяем. И надо выехать дальше вон туда. И все будет у нас окей. Все, с этим мы разобрались. Может быть, да, у нас папка золото добыча освободилась. Ее можно стереть. И промзона 4 все это было именно там. Так что как-то так. Трактор этот, друзья, мы оставляем пока здесь. А здесь нам пока что делать больше нечего. Так, а ты уже здесь довольно много убрал. Давайте мы сейлку еще поставим работать. Правда, я не придумал, что сеять. Надо что-то, что быстро растет. То есть, что-то из стандартных культур. Давайте клюквы. А? Как вы думаете? Клюква хороший вариант? Я думаю, что пойдет. Давай поле 37. Поехали тебя поставим. Уже 50 часов насеял трактор, представляете? И чисто сейлка, которая работала на этих трех полях, уже намотала почти 1000 километров. У нас тут, конечно, объемы, да, впечатляющие. Так, я так понимаю, это у нас будет третий урожай. То есть, после этого надо будет посыпать все известью. Так и живем. Так и живем. Запускаем по маршруту и погнал. Так, ман, давай разгружай быстрее. У нас уже, вы уже полчаса убираете, еще насобирали всего лишь 420 кубов. Мы так не успеем до темноты. Черт, может правда второй комбайн арендовать? Да, друзья, пытаемся мешку ускорить, составим второй комбайн в работу. И поставим к нему работать оранжевого мана. Порт Фитджеральд. То же самое, в то же самое место будешь возить. Минуя базу, погнал. Как я, кажется, комбайну поле не поставил, да? Конечно же не поставил. Поле номер 40, 44. Все, в два комбайна. Давайте, ребятушки, жгите. Пока светло, надо заработать денег. Первый прицеп, друзья, продан. И бздынь. 624 тысячи. Шикарно. Итого на балансе 793. Продолжаем уборку. Уже начинает темнеть. Второй прицеп, друзья, продали. Еще 624 тысячи. И уже 19.47. Давай, друг, я сам на поле 36. Я тебе уже помогать не буду. Я уже вручную его разгружал, чтобы быстрее было. На ходу. Причем сразу с двух комбайнов. С двух полей. Мешал второму ману. Погнали, друзья. У нас хватает денег на территорию. И только вот прикиньте сейчас, короче, вот пару тысяч не хватит на сам завод. Вот она. Большущая территория. Мы здесь уже, в принципе, сегодня были. Мы здесь уже катались и уже буянили. Первое, что мы ставим, это цементный завод. Черт падла, какой же ты здоровый. Я думаю, имеет смысл его немножко повернуть. Блин, еще хрен знает, где тут эти маршруты лежат в обе стороны. Но давайте пускай будет отставить. Сначала территорию купить. Здоровенную. Тысяча. Миллион восемьдесят. Купить, да. И остается 337 тысяч. Как раз на завод. На один хотя бы. Цементный. Давайте сделаем вот так. Вот так вот. Пздынь. И все. Установили. Назад пути нет. Будет стоять так, как будет стоять. Итого. Что сюда надо привезти? Планки. Доски. Песок. Гравий. И гипсокартон. Все, что вот это на поддонах, у нас все есть. Не знаю, правда хватит или нет, сколько надо сюда привезти. Видимо не 40 кубов, видимо чуть больше. Песка, гравия по 100 кубов. Доски, планки. Гипсокартон. Доски, планки по 50. Гипсокартон на 25 всего. Ну это прям вообще просто. Но для начала давайте проверим. А где наш трактор стоит? Я же его где-то здесь. А, я его на песок отправил. Ладно, потом проверим. Погнали на лесопилку. Нам нужен наш вот этот вот ман. 50 кубов досок. Это 20 поддонов. Мы за раз можем увести 16, да? Загружаем, значит, 16 поддонов. И получается еще 4. Мы загрузим сверху по читерски. Да, всего 16 их здесь можно закинуть. 9 закинули. Выгружаем еще по 3 с каждой линии. Понимаете, планок все равно не хватит. Все равно надо будет довозить. Хотя нам еще 10 поддонов гипсокартона надо. Можно и не читерить. Да. 16 поддонов загружаем. И поехали отвезем на нашу стройку. Раз уж друзья, кстати, приехали, давайте проверим, чтобы автодрайв был как-нибудь, не пересекался с заводом. Вот эта линия мне нравится, как расположена. А вот обратная, планшет она шла не по территории завода. А она идет немножко по территории завода. Хотя, не так уж и сильно. Сколько я понимаю, это, оно не будет сюда залазить. И все должно быть хорошо потом. Если что, вдруг, потом это все можно будет немножко подправить. Так что все нормально. Я даже почти угадал с расположением. Хорошо. Выгружаем, в общем-то, все это дело. Бздынь. И только правая, да? Пошли выгружаться. Слишком далеко стал. Ладно, делаем еще вот тякут. Потом загружаем все, выгружаем еще раз. А эти два уже просто подтолкнем сами. Раз и два. Все, досок мы 40 кубов привезли. Погнали, за оставшимися досками еще 4 поддона надо. И все, друзья, в 8 часов вечера у нас уже темно. Рано темнеет, очень рано. Тякс, нам надо еще 4 поддона. Поэтому загружаем вот эти два. Я сказал, загружаем вот эти два. Отъезжаем в сторону, чтобы не мешать. И лесопилка. Выгружаем еще одну партию. И загружаем еще два. Аккуратненько, чтобы три не упало. Раз, два. Все, автозагрузку отключаем. Эти поддоны потом пойдут на планки, на переработку. Потому что производство мы сейчас опять запустим. Планочное. Едем, друзья, за гипсокартоном теперь. Хороший вопрос, где у нас он здесь выгружается. Сейчас узнаем. Гипсокартон. 10 поддонов можно создать за раз. Мы, соответственно, 10 создаем. Вот они здесь появились. Можно, в принципе, автодрайв сюда запихнуть. Наверное. Но как-нибудь в другой раз. Включаем автопогрузку. И задним ходом туда паркуемся. Бздынь. Все собрали. 14.16 мы везем. Повезли это на стройку. Черт, а вот в лесу уже ни хрена не видно впереди. Приходится уже включать дальний свет. В 8 часов вечера. Ну ладно, здесь густой лес. Это еще можно как-то понять. Но без фар здесь вообще, наверное, ни хрена не видно. Тем временем, кстати, продался у нас еще урожай. 324 тысячи. Это ман-зерновоз, который маленький. Доехал, продался. И оба комбайна уже забиты. Сейчас будут долго разгружаться. На ходу что-то они не сильно хотят. Точнее, маленький ман разгружает хорошо на ходу. А большой нет. Как-то у него не сильно получается. Ну ладно, не суть. Мы еще заняты немножко другим. Мы, друзья, привезли еще различных поддончиков. И поэтому выгружаем. Гипсокартон исчезает моментом. Доски выгружаются с анимацией. Итого, у нас здесь должно быть 100% досок и 100% гипсокартона. Не 100%. Черт, 2 поддона. Почему я так посчитал по-конченому? Скорее всего, потому что поддоны у нас по 2 куба. Завод гипсокартона. Было 80 кубов всего. Стало 60. Да, по 2 куба. 10 поддонов. Я просто лошара. Ладно, будем иметь в виду, что нам надо еще 2 поддона. Этого парня пока оставляем здесь. Хотя, что мы его здесь будем оставлять? Пока, пускай он едет. Гипс, гипс, выгрузка. Гипс, гипс, выгрузка. Да. Давай, едь туда. 10 минут будет ехать. Охренеть. А что так долго? Видимо, какими-то супер кругалями. Ну ладно, ничего страшного. Мы, друзья, переходим к нашему песку. Нам надо собрать 2 вот таких прицепа. Этого самого песка. Только мы не можем этого сделать, потому что у нас не куплен участок. А участок у нас стоит 356 тысяч. А у нас 336 тысяч. Твою мать. Что за несправедливость? Ну и так как это не наша территория, он же не даст мне загружать его, да? Воровать чужой песок нам не позволит. Вот я самое главное, что я знаю, что это не будет работать. И все равно я что-то пытаюсь сделать. Он еще и ехать не хочет. Черт. Ладно. Так, ребята, я тут, в общем-то, передумал вести песок. На самом деле, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы, друзья, за эти 300... Почему 326 тысяч у меня стало? Куда делось? Было же 336. Куда делись здесь тысяч? Черт, ну вот какого хрена? Что за несправедливость? 324 тысячи? Куда деньги деются? Черт, я думал, у нас 325, я поставлю завод. Куда деньги пропали, а? Реально, куда делись все деньги? Вот я вообще не понимаю. На что они были списаны? Здесь у нас, видимо, будет лежать песок и гравий. До стройки сразу появилась такая вот висящая в небе текстура. Но ничего страшного. Значит, друзья, смотрите, какой вообще план. Сперва надо привезти сюда песок и гравий. Потому что они сыпучие. И за раз все не привезется. Планки, друзья, я производство запустил планок. То есть я выгрузил 5 штук. В итоге они опять начали производиться. Через 2 часа будет 50. Их можно будет все привезти. А какой значит дальше план? Когда появятся деньги, да, уже будет ночь. Я, друзья, с нашей угольной шахты перегоню конвейер. Уже ничего не видно. Перегоню вот этот конвейер. Короче, угля мы тут напродавали много довольно-таки. Пока что в это упарываться не будем. Перегоняю эту конвейерную ленту на гравий. Вот на эту территорию, где у нас гравий добывается. И, соответственно, эту территорию я покупаю. Отсюда мы тащим 100 кубов гравия на стройку. Глубоко здесь пещера-то. Как пещера нахер. Простите. Так вот, добываем оттуда гравий. Остальное добываем 300 кубов. 3 миллиона. 3 миллиона литров. 3 тысячи кубов. То есть, да. Затупил. Вот, короче, добываем все это дело. И везем на базу. Потому что гравий нам понадобится в будущем. И здесь на производстве он тоже будет требоваться. Чтобы потом с базы его возить. А с песком проделываем примерно ту же самую историю. Только песок я фрезой. Два прицепа сюда привезу. Три. А когда насобираем гравия много. Тогда же и отвезем конвейер на добычу песка. И, соответственно, с песком будет та же самая история. Реально пещера здоровенная. После того, как здесь будут засыпаны песок и гравий. Я довожу еще два поддона вот этих несчастных гипсокартона. И везу сюда планки. Почему сначала песок и гравий? Потому что надо забить ровно, чтобы было 100 кубов. У нас нет прицепа ровно на 100 кубов, чтобы привезти ровно 100 кубов. Чтобы здесь ресурсов было именно столько, сколько надо. Поддоны мы можем отсчитать. Так, друг, отправляем тебя продавать кофе. Нам нужны деньги. Хотя на самом деле... На самом деле можешь не ехать. Ладно, работай. Есть у нас еще способ заработать. Нам надо всего 2000. Да каких 2000? Нам 800 евро надо. Так, возилка маленькая. Едешь на мой элеватор, выгружаться едешь на порт Вашингтон. Он самый близкий. Везешь туда кофе и едешь один раз. У нас на базе там 26 кубов есть. Давай, по-быстрому. Пока совсем не стемнело. Руками бы на самом деле уже давно бы отвез. И все было бы хорошо. А вообще руками, ребята, и повезем. Будет в миллион раз быстрее. Кстати, вот лексиончик тоже уже набит. И поле почти убрано. Одна несчастная проходка осталась. Так, а тебя мы заполняем. Кофе. 26 кубов у нас здесь есть. Как раз на два прицепа. Поехали на порт, который сверху находится. Порт Вашингтон. Выгружаем этот кофе. Получаем за это свои копейки. Вот этого товарища сразу же отправляем на парковку. 20-19. Да, уже темно. Еще не так темно, конечно, как будет в 12 часов ночи. Но все равно уже неприятно. 334 тысячи у нас на балансе. 10 тысяч всего за этот кофе получаем. Совсем по дешману его отдали. И, друзья, стали литейный завод. Ставим его рядом. Вот здесь вот. Получается, они будут немножко под углом. Можно его даже чуть больше повернуть. Вот тякут. Пиздень. Я думаю, будет норм. Ну, почти нормально. Так что стали литейка у нас теперь тоже размечена. Вот здесь нужно много ресурсов. Во-первых, доски 25 кубов. Это немного. Это мы привезем сразу же. Это я за кадром сразу сделаю. ДСП надо 25 кубов. Тоже не проблема. У нас столько есть. Гипсокартон 25 кубов. Это тоже не проблема. Это у нас есть. А вот дальше нужно 50 кубов цемента. 50 кубов жб-блоков. И 50 кубов брусчатки. Это, друзья, на долг. Поскольку для того, чтобы это все достать, нам нужно сначала, чтобы построился цементный завод. Потом надо его запустить, чтобы все это произвелось. Сколько по времени это все будет производиться, я, честно говоря, не знаю. Но будем, в общем-то, смотреть. А план, в общем-то, понятен, насколько я понимаю, да? Можно, кстати, подождать пару секунд. Пару минут. Пока доубирается это поле. И посмотреть, сколько же кофе было с этого поля. Если вдруг кому интересно. Ну, а пока мы едем, как обычно, информация в конце. Если не подписан на канал, то подписывайтесь, конечно же. Лайкусики ставить не забываем. Я тут опять до часу ночи сижу, записываю все это дело. И комментарии тоже пишите, что вы думаете вообще по поводу этого всего прохождения. Если, друзья, не терпится посмотреть следующие серии, то это сделать можно на Бусти. Там все это дело у нас по мере съемок всегда выходит. Ну, а тем, кто уже подписан на Бусти, тем, ребята, огромное спасибо за поддержку. Но, скорее всего, если бы не вы, я бы ничего подобного бы даже, наверное, сейчас и не записывал бы. Хотя, не знаю. В любом случае, спасибо. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем покаки. Итого, друзья, 400 кубов у нас здесь. И плюс мы продали два прицепа по 520. Итого 1440 кубов кофе получилось с одного этого поля. Недурно. Субтитры сделал DimaTorzok